Ну что, пацаны, у меня проблемка. Не, не с ним сам. Все нормально. Короче. В чем суть я сейчас от этого видео сам. Понимаете, да? Ну, короче, говорим, то есть вопрос, нахрена я скачиваю кыш в соседей планеты снова. Что случилось? Что за проблема? Санюк. Алло. Короче. Сидел я, работал в соседей планеты на автобусе. Гоня уже накатал я примерно 660 тысяч рублей. Накатал я, короче, и такой думаю, сейчас я возьму ОБС. Специально подготовлю, чтобы я мог. Я вышел сначала за игры такой, типа, ну, все нормально. Включаю ОБС, ставлю, все, все готово. Перезахожу в игру, и она, короче, зависла. Я такой, типа, что за фигня-то? Игра зависла. Такой, сижу, и начинаю нажимать на все, и ничего не происходит. Просто, каком-то вообще зависит. Я такой, типа, окей. Нажимаю на эту верхнюю кнопочку, вырубил нафиг его сразу. Подождал, пока он вырубится вообще. Минуту-две проходит, комп, все, вырубился, тишина. Нажимаю на кнопочку. Ком включается, загрузочка. Все проходит. Дальше. Я не знаю, как это вам объяснить, но... Я вам сейчас покажу, что происходит. Смотрите. Так, сейчас... Допустим, просто вам наглядно показываю. Я захожу вот сюда, в МТА-ССД-Плант. Зарубаю. У меня выскакивает вот такая ошибочка. То есть, типа, пишет, что... Некоторые файлы повреждены. Переустановить МТА в избежание проблем. Какая-то херня, вот эта вот... Стрелл, с копия, написать. Потом... Хорошо, окей. Я вырубаюсь. Типа, не нужно ничего. Типа, ничего, не нужно делать. Типа, ничего, ничего, не нужно делать. На установку этого приложения, МТА-Санадрас, всего лишь там какие-то 42 мегабайта. То есть, установка, вес этого приложения, 42 мегабайта, установка проходит быстренько, минуты две-три где-то, быстренько. Но... Я сейчас боюсь одного. Я когда удалил это приложение, Вес этого приложения, На удалении был 6 гигов, мать вашу. Откуда оно? Я скажу, откуда оно. Когда мы заходим в это приложение, то есть, всё, вот это вот должно было работать целиком, когда вы зашли, и нету вот этого, типа, переустановки, там какая-то херня, прочее. Поэтому, там всё нормально, когда вам нужно будет зарегистрироваться и выбрать сервер, и у вас загружается сервер с каким-то определенным количеством гигов. Я, по-моему, свой сервер, сервер загружал, на два с половиной гига, да, но откуда у меня 6, понятия не имею. Я, короче, удалял это всё, потом скилзан и всё очистил, переустановил программу, захожу и всё равно он пишет, что некоторые файлы повреждены. Что за бреда, не понимаю. Как такое возможно? Либо совсем, наверное, игруху, либо всё. Но, либо это администраторы, короче, админы там в игре начинают что-то переделывать, либо это за счёт этого. Если я сейчас переделываю весь кэш, и будет опять же это херня, ну, значит, это что-то связано с переделкой админов на сервере. То есть, они должны были сделать нам какой-то сюрприз или что-то такое, порадовать нас чем-то в описании про обновление. Ещё, в МТС ССД Памятя, на игру в стрете стоит ёлка. То есть, подготовленная. Но, вокруг никого нет вообще. Туда никто не ездит, возможно, не знает об этом. Только я один знаю об этом. И те, кто, возможно, живёт вокруг этого игру в стрета. В общем, эта ёлка используется для того, чтобы получать там бабло. То есть, что-то там, я не помню. Надо мне, короче, перезаходить на сайт в макболке, ну, и там смотреть, что у нас с этой ёлкой там делать. Я уже не помню. То есть, была такая серия, где новогодняя ёлка, он подъезжает к ней, потом крутится, типа, Верспейна, и потом он получает какое-то определённое количество миллионов игровых валют. Может быть, даже 100 тысяч, может быть, даже 500 тысяч. Он получал примерно около 50 миллионов. Где-то так. Может быть, это всё связано с этой ёлкой. Гороба на Новый год. Хреново. Так что, я думаю, сейчас переустановить этот видос, короче, будет очень длинный, поэтому смотрите. Если вам не интересно, вы можете его вообще не смотреть. Если кому-то интересная такая информация, что может быть такое, что просто, типа, какие-то файлы повреждены. Во-первых, напишите, что это такое может быть. Я вообще понятия не имею. В первый раз у меня такое происходит. Обновление, я уже видел, как оно происходит, всё нормально. Но что бы вот это дерьмо, непонятно. То есть, как вообще, в целом, это возможно. Просто напишите, ребята. Если кто играет в МТС и ДПланет, и у вас была такая херня, и веду вам мучились, просто напишите, что это могло быть. Какие нахер файлы повреждены. У меня нормально всё в компе. Короче. Ждём несколько часов. Я думаю, где-то в час ночи только зайду на неё. И попробую. Ждём. Короче. Сбилась загрузка этого, ну, кэшу. Я поставил заново. Всё идёт пока нормально. Я думаю, знаете чё? Я пока ничего не буду трогать. Пускай она сама возьмёт и загрузится. Возможно, на сегодня ночью я уже буду готов загружать кэш в папочку. Либо... Ну, потом... Либо уже завтра как-то, я не знаю. Ну, реально, обидно пипец как. Поэтому, пацаны, как-то так. Ну, 106 мегабетов загружено. Ещё 500 ждать. Я не знаю, как долго это будет, но... Посмотрим. Что-то будет где-то под... Два часа ночи готовы. Я так чувствую. Прям вот... Ладно, ребят. Так что... Ждём, пацаны. Ну, а мы перемещаемся. Уже готовы... Загрузку. Так что, погнали. Судя по... Орешениям о... Да, SSD Planet. Я сейчас... внимательно просматривался к проблемам. Чего? Да. Какой? Ничего не понимаешь, что захерна, но... Так, с... Пишаться. Файл. Да. Да. Чего? Да. Твою мать. Прошу, прошу, она... Так... Ой... Нашка. Дрилл. Я тут такой вид файл нашёл, весьма очень необычно называется... Какой дрилл файл. Чего? Так... Стоп, 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 стоп... Подождите. Судя по всему, у меня вышла ошибка по SSD Planet. Так... Давайте прочитаю вам лично. Пожалуйста, смотрите. У меня вышла ошибка, типа там что-то навернулось, а понадобало. Здесь написано файл, как вы, точка днл, из мультия, ну этого... Правда, Сан-Андреас, короче... Расположены в архивах, для программах, МТА, с размером, я понял... Верс... Ага. Хех с вами. В вашей системе запишено много процессов, которые потребляют ресурсы процессора и памяти. Некоторые из этих процессов, кажется, являются вредоносными файлами, а также, что можешь компьютер. Чтобы исправить крейтерские ошибки. Какую днл, скачайте программу AmSoft. ПК Оптимайзер. И установите ее на своем компьютере. Дальше. Типа... Что... Он, типа, пишет... Очистите миссионные файлы, чтобы исправить... Какую днл, которая перестала работать из-за ошибки. Запустите приложение. Потом, из главного окна выберите пункт... CleanJunk Files. Когда появится новое окно, нажмите кнопку Start. Дождитесь окончания поиска. Потом, нажмите на кнопку Select All. Нажмите кнопку Start. Второе. Хорошо. Скачиваем программу и посмотрим, что к чему. Тут вот такая вот... Хероботина, ребята. Это просто капец какой-то реально. Это не нормально нахер. Короче, как-то так. Так, куда они загружаются? Взяв русский. Хорошо. Весит 4,1 мегабайт. Нормально. Не так еще много, как бы казалось. Так, хорошо. Описание. То, что мне нужно делать, уже есть. Стоп. Так. Файл. Гугл. Я сейчас тут дайся на адрес. Расположен в архивах до программы. В цел. Что? Что? Так, компьютер. В цел. Что? Вообще не понимаю, как это работает? Аааа. Сейчас прежде, стоп. Сейчас прежде, стоп. Пост. Пост. Пост, пост. Да. Пост. Программа, программа, фига себе, ну такое если честно, сейчас нахожу из архива сдаю программы, я ничего не понимаю как это работает, с этим мог бы справиться только профессионал, но я реально начинаю париться, сразу мне уже тошнит от этих всяких дебильных поломок в компе, но это реально уже бесит. Ладно ребят, переходим к следующему пункту. Хреново. Короче ребят, происходит следующая ситуация. Час ночи 26 минут я скачал этот кэш, но пока я с ним ничего еще не делал, но судя по поискам всех решений и проблем с этим вот, как его там, я не знаю, какая-то херна, вот этот файл, то он или как его, в общем, сложности очень высокие. Я не думаю, что у кого-то еще что-то такое было, но есть один только, возможно единственный нормальный рабочий вариант это удалить GTA San Andreas вообще, то есть мне нужна GTA San Andreas без Sampo, то есть самая простая, но там есть Sampo. На самом деле Кабин такой себе ребят, но сейчас идет полностью абсолютно новая чисто игра GTA San Andreas. GTA San Andreas я уже скачал, то есть да, но ждем пока не устанавливается все это, я должен перезагрузить компьютер, перестановить это в Windows херна, вот это все, вот это вот, в общем как-то так, а то просто капец, я не знаю на самом деле сколько я буду качать GTA San Andreas, сейчас весит он не 1 гиг, а 3 гигабайта, просто здорово, да похудеть, могу только завтра вечером выйти, поэтому ребят, давайте так, сейчас я наверное сделаю полный ролик о том, как вот это все происходит, смогли я сделать это все или нет, походу ролик будет аж 30 минут, я хреню знает, поэтому я что-то буду делать, думать, искать, смотреть и все такое подобное, не поэтому как-то так, смотрим дальше ну что ребят, следующий вечер в 18.45 Гитара Санадряс только что загрузился, проставьте себе, я вчера в час ночи поставил там где-то на загрузку, сейчас, что я должен будет сделать, я вам по-моему говорил, что сейчас должно быть следующее задание, я должен удалить старую гитара Санадряс из компании, вообще, сейчас мы захожу, ищу гитара Санадряс плюс мультиплейер, вот оно, да, это мне, короче, надо все удалить абсолютно без модов всяких, просто беру 380 гигов нормально, нормально, так, удаляю теперь, самое что интересно, мне нужно что, да, подождите, твою мать, немножко илючит, пипец как, так, теперь, мне надо удалить МТА Санадряс, и самое главное, я не знаю, сработает это вообще или нет, я пока понятия не имею, сейчас так, хорошо, а насколько это все, вес в целом, без понятия, раз, удаляю, короче, очистить корзину целиком, так, хорошо, теперь мне нужно зайти в загрузке CCD Planet Cash, чуть попозже бы ее устанавливать, так, я захожу, установка, вот вы видите, все, что происходит здесь пароль, я не буду вам показывать, но все же выглядит это с Мерседесом, Е63 красиво, на память, конечно, ну блин, твою мать, наобидно, пипец пароль готов, отлично, теперь сейчас будет установочка место для установки 4 гига, извините, ну, короче, 5 гигов, премьер, так, установка пошла, надеюсь, там не всякие, там не будет ничего, типа, мультиплей, какой-то, самп, я надеюсь, что это будет без этого, и самое еще интересное, сначала я устанавливаю GTA San Andreas целиком, потом я должен в корневую папку засунуть МТА SSD Planet, то есть, не туда же, куда ехать с адрес, а в папку, по-моему, сейчас скажу в какую, так, я сейчас с адрес загружаю в папку С, а мне нужно в папку Д, то есть у нас есть эта папка, в корневой, этот диск, загружаю туда, МТА San Andreas, и только тогда возможно, это все будет нормально работать, я не знаю, какая проблема между этим, что за прикол, какие там повреждения файлы, откуда оно, я не понимаю, во-первых, обновление было недавно, то есть, зимний мод, вот это все, с автомобилями, зима установлена, все нормально, модов следующих никаких не было, то есть, обновлений тоже ничего не было, Охрен его знает, еще, кстати, пишут, что вот это вот файл КГУИ, типа, его нужно либо удалить, либо его оставить, но если я его оставляю, он говорит, что не работает Многие пишут, что его чисто нахер удаляют, и типа, это небезопасный файл, и его удалять нужно, я не знаю, поэтому, как бы так Все, просто сидим, ждем, ребята, смотрим результаты Так, GTA San Andreas Это хер на этом Так, я понял Так, вот, DirectX, сейчас я установлю его здесь Ну, как раз нужно будет установить, то есть, сказать, что нужно обновить DirectX и еще какую-то там программку Microsoft C++ Что-то такое Так, программой установки не удалось Стоп, мать твою С-с-с-с-с-с-с С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с j Еще раз Там, мать, я забыл, что нужна Сеть знаете куда у меня идёт мадамка? смотрите, провод идёт такой идёт, 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 идёт такой, и идёт такой, вот она, идёт, идёт, и вон туда, в окружку вылетает так, ну что, давай нет, подожди ты, какую сбью установки, ну моя твоя ну почему, давай ещё раз, экстрейтинфайлы какие-то, что, в смысле так, распространяемые части Microsoft Visual C 2010 V64x восстановить распространяемые части проверка безопасности файлов, проверенные ход установки, короче как-то так, но DirectX вот это вот нужно обновить абзацом обидно пипец готова установка прошла успешно, но сейчас я зайду, обязательно проверю, работает ли всё или нет какие-то национальные, вот уже лампочки готовы вот это вот всё сейчас проверяем конечно, свет садится очень быстро, так что, ребята ждём и смотрим, что уже будет дальше гиташка загрузилась без всякого сампа, вот этого херни вот это вот, просто оригинальная чистая гитаха так, запуск запустил всё хорошо, всё замечательная работа так что шутки испугал хреновая чё надо, деда, тебе чё ты тут забыл так, щас прожить вот это всё херня вот это вот сейчас запуск небольшой будет всё так чатирую загрузка всё игра абсолютно чистая я считаю что мне теперь надо будет вот так вот вот теперь мне нужно будет сейчас загрузки зайти теперь я буду сейчас загружать имена в корневую папку так можно подождать так так пароль просто так так ещё какая-то херня да просто понимать это просто не смешно вообще вот когда сидел такой уже почти пять лет сколько там почти семь лямов заработал и такой типа игра да, пошёл ты нахер я такой ты чё, Вася так так теперь получаю нет моя задача сейчас так но в том да вот сюда вот в корневый диск окей да с интернет мультиплеер да выбраны директуре не существует вот да отчет идиот так этот компьютер дальше окей стоп я сейчас ни хрена не понял давайте по умолчанию тогда просто программный файл 86 тассан адрес ладно сука я ничего не понимаю что это делать да программные файлы хорошо с 86 установка гитая сандрес не найдено по адресу аааа я как раз сапуня стоп вендовце так мне нужно найти гитая сандрес так так хорошо я прямо вот в гитая сандрес загружаю вот этот вот файл может быть оно так и исправится я понятия не имею вообще ребят простите что такой ролик очень длинный с такой болтовной дикой но это большая информация для тех кто то возможно что-то произошло когда там типа сломалась там я тут сажу такой тоже с такой ситуацией я решил записать так хорошо запустить адрес сука я твою с с с с Некоторые правила повреждены, переустановить МД, избежание проблем, МД, кругл, твою мать, где он, нахер, я не понимаю. Давайте онлайн помощь по этой игре, узнаем, посмотрим, шагчим, ждем. Просто, вот, ребят, смотрим, вот это дерьмо, видите, рррр, твоя мать, на меня, сука, бесит, я не понимаю, что еще не так, в чем проблема. Я сдал все возможные ароматы. Это бесполезно, все. Короче, походу рейп, да, сандрес. Происходит следующее действие, смотрите. Понятно, да? Невозможно открыть файл для записи, программные файлы, x86, мта сандрес, мта кгун, его не открыть, прервать, остановить установку, повтор, повторить, а попытку пропуск пропустить это действие. Хорошо, я пропускаю. Мне очень интересно, что будет дальше. Так, запуск. Ага, то же самое. Я не понимаю, как-то, мать вашу, работает. Какой, какой-то искать, а, твоя мать. Хорошо. Сейчас я попробую вариант один по своей стороне. Захожу во пирамиде. Ищу вот этот весь файл кгун. И запускаю его туда. Ну. Понятно, да? Я нашел, короче, этот файл кгун. И, в общем, я считаю, что я его сейчас попробую засунуть в МТА. Я понятен, что это значит. Давайте вот просто вот я сейчас захожу. Этот компьютер. Программные файлы. Ищу. Да, санадрес. Да. Какой. Простите, куда засунуть, да? Да. Так. Так, видно. Я очень мало. Пока я не понял ни хрена, то типа нужно засунуть в систему 32 и регистр 32 и скагул. Что? В смысле? Хорошо. Вроде как бы перемещение произошло. Все нормально. Но сейчас самое главное, интересное будет то, что будет происходить. А санта... Я надеюсь, что ты будешь работать. Давай, пожалуйста. А, да, мне сейчас... Конечно, надо будет засунуть туда. Твою мать. Ладно, потом. Короче, смотрим. Я как раз нахожусь в этом самом месте. Сейчас мне самое главное, нужно будет. Затем заходим. Это не работает. Хорошо. Короче, следующий варик это кэш. Судя по всему, кэш мне нужно загружать. А куда мне загружать? Это непонятно. Кэш. Стоп. Кэш нашего сервера. Мда, ММД, Дед Матч. Все, я понял. Так. Мда. Мда, Дед Матч. Рассурсы. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Да, в ресурсы. Нужно быть сюда. Это все загрузить. Так, сейчас мне самое главное. Нужно найти. Это программочка маленькая. Так, здесь в папке. Отлично. Здесь. Так, хорошо. Загрузки. Систит планет. Кстати, на. Систит планет. Будет вот эта вот херня. Так, 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 так. Я вам нужно распаковать. В Windows C. Программный файл. Да. Да. Моди. Дед Матч. Ресурсы. Да. Туда, правда. так ну распаковка пошла пока что потихоньку но я наверно этот кэш оставлю на себя потому что мне очень понадобится мало ли что это просто капец какой-то нет у меня нервы просто это действует реально я уже не могу терпеть этого всего мучение игрека хорошо готовы это типа что-то моде автомобиль и вот это все подобное ваза там веста вести кстати в длина к сожалению хорошо дальше теперь я вылетаю отсюда и еще раз захожу и то же самое типа некоторые файлы поврежденные перестанете в избежание проблем до кого и длина вместо зуберят это что если мы вот этот круг вы засуну стоп а эту херню я думаю удалят отсюда так когу им засуну сюда так когу им а я понял ошибка версии файлов переустановите им то са для решения проблем что в комментариях здесь версия у меня есть один вариант что если я дальше информация об аварийном завершении программы версия 1 5 8 релиз дальше так это херня программные файлы опять этот кругу поставьте галочку для прав разработчикам информации через интернет перезапускаем бесполезно все пыль хорошо что с нами попробую поискать как раз версию самую последнюю 30 а то мне нужно искать версию 1 5 8 вот оно что коммун версия 1.5.8 мтс мтс Тут есть какая-то херня типа, давайте посмотрим. ТС 1.5.8, сервер клиента на Windows 7.10. Так, сейчас стоп, нужно проверить добавленную функцию. Типа, дождите, является модификацией для Windows 7.10. Ну это понятно. Расправлено больше частоности одной ошибки. Последнее обновление. Тут есть информация. А что, если я скачаю старую версию? Это ASS Deplante. Так, последняя версия, которая поддерживает Windows Vista XP. Со следующих обновлений, поддержка этих систем будет нужна. Так, помогите, нажимая F1, чтобы открыть меню. Начинает открывать чат и пишет бинт. Что делать? Я понял, это бинты этого. Так, последняя версия, МТА 1.5.8. Тоже пишут, что-то там крашут у кого-то непонятно. У кого-то пока тебе скажется, что-то такое. Окей, хорошо. Версия. Отшу. Допускаю нормально. Какая разница. Скачаем. Окей, ждем. Хорошо, я сейчас попробую скачать под версию 1.5.6. Хорошо, я сейчас попробую скачать под версию 1.5.6. Полная, последняя. О, Сараду, да. Да какая разница? Давай скачем. Сейчас узнаем, что это за херня. Да сам. 1.5.6. Сейчас узнаем. Потом там судя по всему какое-то большое глобальное обновление у меня будет. на 1г по-моему, где-то так потом максимум полчаса ждать час-два, где-то так два сейчас качается веса 65 мегабата, так что, ребят переход к следующему к следующему этапу так, пацаны пошла версия 1.5.6 я надеюсь, она должна прям чистая гладкость установится вроде делать хорошо пожалуйста, давай, давай, давай отлично, молодец, красавчик так, запуск пожалуйста, давай да ну нахер серьезно она запустилась подключение мне нужно мтссд сервер номер 5 блин, твой мать пацаны, это просто дикая херня сейчас я не знаю, куда мне поставить телефон сейчас свет врубленный тут дерьмо полно непонятного ребята, ну это просто краж это еще не все, ребята если я сейчас избранная ничего ничего пацаны сссд ссд 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 так 5000 ссд прикиньте 5000 с половиной 198 человек сейчас в онлайне на ссд ссд так подключение ссд пожалуйста работай так это понятно еще раз еще раз это просто не смешно понимаете да в чем прикол сейчас ребята так подключение что бывает и на севы вы должны обновить им да да обновление ждание ответа 5 секунд сейчас какой-то ожидание ответа что короче ждем ребята наснимал уже до хрена по-моему проходит следующий момент обновление недоступное в данный момент пожалуйста посадите мтс сайт хорошо ну это просто капец какой-то вы серьезно 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 вообще не смешно в натуре так от вск секс серверов с с Понятно, мне нужно обновление В обновлении нет необходимости Открыть бабочку Я понял, просто здорово Я пока не понимаю в чем прикол Но я сейчас закрою МТС с Допланет И попробую просто перезать Захожу В чем проблема? Верс 1.5.8 Я не понимаю Вроде зашла Все нормально Включение ДАСА Ясно Ясно Вспомнил Понял Ладно Короче, ребята Пока я прервусь на несколько минут Еще Прошло Проблема Работать будет Типа На английском Пишет Вы хотите загрузить И установить Патч Версии 1.5.8 Да Типа Чтобы Чтобы МТС работала на Верс 1.5.8 Я прям Очень этого хочу И чтобы она работала Идеально Нормально Снова И это вообще Реально Не смешно Нет Взошла Нормально Все будет хорошо Все будет хорошо Я не знаю Все будет хорошо Все будет хорошо Ты что, идиот? Убери пальцы от меня Я понял? Ну это, ребята Ну это просто Ну капец Какой-то Серьезно Самое страшное Мечание Это капец Простите меня Не то что Такие здоровенные Видосы Будут Я сам в шоке Реально Я не знаю Что делать Ну это просто Жест Короче Ждуем загрузки Посмотрим Что будет дальше Прием Прием Установка Обновления Про изошла Так 1,5 Подключение Так 1,5 Подключение Подключение К 7 Хорошо А что с буквами? Такие маленькие стали Ладно Ладно Хорошо, ребята МТА Верс 1,5 Уменьшенные буквы Тебе опять Нужны быть настройки поделать Все такое дерьмо Это просто пипец Запуск Т запуск Произошел Я рад очень Запускается Вот Смотрите Я доказываю Что делать Я выбрал Это Вот Вот Это Былку Они такие Маленькие стали Но Они были вот такими размерами Например Сейчас А тут Убирал Для Того Чтобы Становить Лампочки Дополнительные Чтобы Можно Было Также Я убрал Вот Вот Эту Убрал Отсюда Висело Здесь Скотч Все Убрал Там Короче Ждем Дополнительные Закуски Тасса Если Сейчас Совпороль Заду Сейчас Истинный момент Две секунды Так Ок Сейчас Пройдет Процесс Загрузки Сейчас Что-то С буквами Стало Не так Они такие Маленькие Стали Внутри Друзья Сейчас Обижусь Если У меня Пароль Просто Это Будет Обидно Максимально Понимаете Да Меня Так Вода Зависла Что-то Идет По-тихоньки Завозочка Все Хорошо Короче Ребят Ждем Ладно Я пока буду дальше Доделывать Она Пускай Загружает Так Ребят Вроде Как бы Я зашел Но Самое главное Это Если Вообще Я Смогу Ставить Пароль Итак Поехали Загружаю Сис Умер Немки исполнял по рамсу так обновление 3 и 11 ааааа вот оно что ни хера себе смотрите-ка ребятушки так ну это понятно что у нас в соседей планете выпил снег это ясно аааа ни хера себе ребята вот это я с опозданием тут засрал охренеть но че он завис на то не понял алло короче я тут сейчас читаю обновлена стикерная то есть изменил шриф интерфейса увеличен размер списка стикеров 6 миллионов 300 я сохранился реально просто красавочка так обновленку с винилов короче это все ясно ясно так аааа это все ясно дождь идет снег дождь пошел охеренно это тачка все отлично работает замечательно короче ребята загрузилась у меня МТА с соседей планеты все нормально но почему же я не могу видеть аааа как его алмазы это кристаллы твой алмаз алмазы кристаллы брониантов че то я их на дороге вообще не вижу подъезжаю в значку и нету где он непонятно понятия не имею в общем МТА с соседей планеты работает но я не знаю точно ли нормально она работает или нет я понятия не имею так что на этом пока что все ребят всем спасибо за просмотр ставьте лайк пишите комментарии если у вас были в натуре такие проблемы это просто капец какой то я вам серьезно два дня копался для того чтобы сделать все возможно чтобы я попал в МТА пароль сохранился бабки тоже все нормально машина тоже одежда тоже все хорошо вот только почему то какого то хрена изменился шрифт чата так что он очень маленький был я еле поставил нормальный для того чтобы эта трава работала вообще спокойно так что как то так ребят и да кстати управление изменили я теперь могу спокойно на нормальную как обычно как в интергранде управлять клавами повороты вот эта все херня это все очень странно так что ребят вот изменили да в натуре красавчики разработчики всем спасибо за просмотр ставьте лайк пишите комментарии подписывайтесь на канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать моё новое видео всем удачи всем пока пока друзья как виды мать а че опять произошло опять кома твоя мать не работает когда я перезагрузил комп сук как меня бесит уже в натуре как он сраный не мне просто интересно что будет если просто удалить вот эту всю херню с когулом просто удалить его отсюда вам я сейчас ресурсы специально выложу в папку потом перезагружу опять же старую версию но потом перезагружу и посмотрю что будет типа понятен я имею что вообще происходит в целом я че так и буду что ли перезагружать постоянно все что за бред я не понимаю в ту же самую версию я захожу и он говорит что проблема круглая он типа не работает что дерьмо вот это вот не секрет не секрет пол в натуре не секрет не секрет